Оперная певица и бывший депутат Госдумы Российской Федерации Мария Максакова присоединяется к нашему эфиру. Приветствуем вас. Здравствуйте. Добрый вечер. Так, я сейчас понимаю, что вопрос, который буду задавать, если вырвать его из контекста, то желтая пресса его расхватает на заголовки тут же. И тем не менее. Расскажите, пожалуйста, подробнее о том, как Зеленский становился частью семьи Владимира Путина и как на это тратились государственные средства Российской Федерации. Давайте обратим с вами внимание на то, как вообще проходило становление вот этой Екатерины Тихоновой. Давайте исходить из того, что в 1986 году, когда она родилась, Путин все-таки еще, наверное, не думал, что станет президентом РФ и начнет с таким аппетитом разворачивать ее бюджет. Однако все-таки он дал ей фамилию Тихонова. И вы знаете, есть такая точка зрения, будто бы вообще на должность преемника некоторое время шел поиск подходящих кандидатов. И в связи с этим был опрос, проведенный довольно тщательно. «Какие киногерои вам нравятся?» назывался. То есть гласил вопрос, и люди достаточно охотно на него отвечали. И там в этом опросе победил Штирлиц, которого исполнял, как известно, Тихонов. И, соответственно, Жеглов занял второе место, но тут уже дело такое. Дело в том, что они постарались найти такую комбинацию, и, видимо, он тоже долго этим жил. Ну, уже, естественно, с несколько повзрослевшими детьми. В которой он голосом Тихонова и, скажем так, вернее, из легенды Штирлица выдавал на гора вот этот вот юмор ниже пояса Жеглова. Вы поймите, что девочка росла вот в этой атмосфере не необходимой секретности. То есть это он сам игрался в эту шпиономанию. Он был таким тираном для своей собственной семьи. Ну, вот так вот он решил. Я не знаю, что думали дети, когда отец не давал им свою фамилию. Но суть в том, что они были легендированы изначально. Вероятно, он преследовал какую-то такую цель, такую мелкую, скажем, что у него получится не хуже, чем вот у той шпионки, которую недавно раскрыл Христо Гроздев, которая легендирована была каким-то испанским или итальянским именем, однако внедрялась там куда-то в личную жизнь сотрудников НАТО и выведывала там какие-то секреты. То есть изначально ее готовили для какого-то подобного десанта, когда еще, конечно, он не знал даже о том, что он станет президентом. Ну, вот и видите, когда уже познакомилась с ней я, она ведь тоже была крайне скрытная. То есть не просто скрытная, а я считала это даже какой-то уже болезненностью. Ну, для чего легендироваться дальше, когда и так все знают, что, ну, несмотря на имя и фамилию, ты дочь президента. А как вы познакомились с Марией? Ну, суть в том, что она ведь была... Что вы говорите? Как вы познакомились, расскажи. Я познакомилась с тем, что Юдашкин, особенно его жена, страшно любит всякие тусовки. Она вообще обыкновенный парикмахер, который вот несказанно повезло в жизни. И поэтому она не то, что даже аппетитом, а как вам сказать, содержимостью вот лезла в эту светскую жизнь. Это у нее мания. И вот она устраивала периодически вот такие вот светские рауты. На одном из них я познакомилась с Екатериной Тихоновой. Дело в том, что дочь Юдашкиных, Галина, замужем за моим племянником Петей. Вот таким вот образом я иногда волею, так сказать, случая становилась свидетельницей некоторых их вот этих вот светских забав и утех. Ну, мы как-то уже обсуждали мое знакомство с ней. Я думаю, это не суть интересна, потому что она, еще раз вам подчеркну, человек крайне скрытный, навязчиво скрытный, понимаете. Она тише воды ниже травы. Это совершенно не говорит о том, что она там безвольная и бесхребетная. Я не пытаюсь сказать. Я знаю, вернее, уверена, что она не может противостоять своему отцу ни в чем. И будет, конечно же, следовать любому его указанию. Но история с Зеленским, это ведь не первый эпизод в ее, так сказать, довольно, несмотря на такую, так сказать, экзотическую наружность. То есть она крайне небольшого роста, ну, несмотря на акробатический рок-н-ролл. Это, кстати, плюс в этом спорте, потому что ее можно выше, видимо, подкинуть. Вот. И, соответственно, она была успешна в своих браках неоднократно. И вот в какой-то момент она, значит, заполучила вот этого Зеленского, который, тезка президента, зовут его что-то не помню как. Как же его зовут? Ну, связь в том, что вот этот вот артист балета, он, когда уже, например, я с ним тоже знакома, он в тот момент возглавлял... Игорь Зеленский. Игорь Зеленский. Вот этот Игорь Зеленский, он возглавлял труппу балетную в Новосибирске. Это очень большой, такой громоздкий театр. Это такой, знаете, образец советской вот этой архитектуры, такого монументального подхода ко всему. И даже, так сказать, к изящным искусствам у них был подход соответствующий, поэтому танки выезжали на сцену, комбайны там разные. И вот этим был знаменит Новосибирский театр оперы и балета, ну, до перестройки. А сейчас, естественно, что он пересмотрит части в какой-то, наверное, танки уже не выезжают. Хотя, как знать, видимо, они просто все сожжены и, так сказать, радовали прохожих на Майдане незалежности 24 августа. Но те, которые, видимо, остались, вполне могли бы, собственно, там выехать вновь. Ну, так к чему я это рассказываю? Я с ним познакомилась, тогда он был еще счастливым мужем балетный тоже хореограф, по-моему, жена у него Яна. Они были также счастливыми родителями троих детей. И, собственно, это не очень свойственно хорошим артистам балета. Я вот, так сказать, такую интимную деталь пропущу, но дело в том, что он действительно демонстрировал, так сказать, вполне мускулинность в подходах к личной жизни. И каким-то вот образом приглянулся, видимо, вот этой Екатерине. Теперь давайте вот на что обратим внимание. То, что представляет из себя культурный десант или, даже сказать, отряд особого назначения от культуры, который финансируется усиленно, то есть российским неясным источником. Бюджет у них такой, что если на вооружение, хоть и закрытыми статьями, но все-таки идет некий, ну, хоть кем-то там видимый бюджет, то вот на такие вещи, как финансирование, скажем так, полушпионской деятельности вот этих вот артистов в штатском, идут совершенно другие, никем не контролируемые потоки, которые возникают вследствие контрабанды в районе питерского порта. Мы знаем, что говорят о 90% наркотрафика, который проходит вот именно эти ворота, и там сортируются. Много что говорят о том, где они берут свои вот эти вот черные деньги, черный этот нал, там все что угодно, там торговля всем подряд. И называется это все вместе неким бассейном. И вот из этого бассейна текут, соответственно, речки, речушки и целые Ниагарские водопады в сторону финансирования. Достаточно мутной деятельности вот этих вот культурных десантников. Потому что они, в свою очередь, не просто становятся там главами балетной труппы, допустим, в Мюнхене, в моем любимом и родном городе, который они опутали своим вот этим вот коррупционным присутствием, но и Гергиев, который там, по-моему, по сей день еще возглавляет филармонию, это же уму непостижимо. Потому что вслед за ними идут, естественно, вот эти вот финансовые потоки. То есть они приходят не одни, а с предложениями о каких-то контрактах для данного конкретного заведения на суммы с шестью нолями и иногда на десятки миллионов. Поэтому это как бы с одной стороны понятно, почему это так происходит, непонятно другое, почему это продолжает происходить, несмотря на те зверства, которые увидел мир в Украине. И самое интересное в этом во всем, до сих пор еще рассматривается, но еще ни в один пакет санкций не внесено то обстоятельство, что дубинки, слезоточивый газ, шлемы, водометы, это все, что получает российский ОМОН для подавления протестов внутри страны, закупается ими в большинстве случаев у Франции и Германии. Это происходит по сей день. Мне интересно, как они одновременно рассказывают о том, что они ждут там восстания какого-то гражданского общества и одновременно спонсируют Кремль всем необходимым для подавления мятежей. А вот скажите, Мария, Путин вообще не признает ведь своих детей? Или он заявлял, что да, это мои, признаю? Ну, они заигрались. Он же их легендировал изначально. Какие цели он ставил перед собой, не знаю, но это же не стало иным после того, как он стал президентом. Обе дочери, которые носят одна фамилию Тихонова, другая Воронцова, вышли обе замуж за иностранцев изначально. То есть, в принципе, он все время занимался, как вам сказать, двумя видами деятельности. Продолжением своей гопнической вот этой вот подворотни, и там, соответственно, его истинные друзья в виде Трабора, в виде вот этих вот портов и там вот этой всей деятельности по вытаскиванию Нала отовсюду. И то есть, это невероятные деньги, огромные, да, которые ему не постижимы. А с другой стороны, приобретенный опыт уже в Дрездене, и там он понял, что, оказывается, не так это все сложно. Странно другое, что он это сделал собственными детьми. Понимаете? Вот что странно. Странно, что эту агентуру он плел даже внутри собственной семьи, считая, что это в дальнейшем, то есть, будет для этих детей каким-то вариантом существования. То есть, он их изначально готовил, очевидно, в шпионы в западные страны. Более того, они учились в немецкой школе там. Когда они приехали, они не пошли в российскую школу, они пошли, опять-таки, в немецкую школу при немецком посольстве. То есть, вы понимаете, он занимался достаточно попыткой глубинного внедрения этих своих дочерей, и это достаточно циничный подход. Вот на этом фоне, Мария, на этом фоне мы, наверное, не должны удивляться тому, что теперь некоторые россияне радуются тому, что ладу получают за убитого ребенка в Украине. То есть, если первое лицо государства годами или десятилетиями держит в черном теле жену, и потом ее бросает, если он не признает своих детей, то чего ожидать в итоге от россиян потом? Ну, да, они там все манкурты, и, в принципе, Павлик Морозов по сей день герой, поэтому тут мы не будем даже внедрять в их психологию. Я бы хотела, знаете, о чем поговорить. Вот смотрите, за бокалом шампанского, когда удачная операция по внедрению очередного вот этого, так сказать, десантника культурного типа Гергиева или вот этого Игоря Зеленского происходит успешно, за этим бокалом, за кулисами приходят разные аристократы, чиновники бизнеса, люди, которым так просто не подобраться. Понимаете, это ведь сопоставимое влияние. Что касается Гергиева, вот, например, его связи с каким-то очень мутным человеком по имени и фамилии Альберто Вилар. Его не стало год или два назад. До этого Америка его обвинила в итоге в мошенничестве, потому что не могли понять, откуда эти огромные деньги. Он финансировал массу зарубежных театров, и это предшествовало, как правило, заключению Гергиевым контракта с этими театрами. И в частности, он и много денег потратил на Мариевский театр. Когда в итоге к нему пришли соответствующие органы американские, он ничего не мог найти в оправдании. Представьте себе, что жилоб, вообще человек, который не расстанется с копейкой, который занят тем, что он плетет вот эти тенеты сети и пилит бюджет и так далее, Гергиев, вносит за него какие-то баснословные деньги в качестве залога. Это вы можете себе представить, пытаясь вытащить его из лап американского правосудия? Да, но тут важный момент, что даже представлять себе не надо. Мы видели это, мы являемся свидетелями этого всего. Мария, если позволите, еще одну тему, которую хотели бы с вами обсудить. Я быстро завершу. Этот вилар за ручку привел Нетребко, за ручку тоже рассеивая там, где нужно соответствующие аргументы, кроме голоса и всего внешности или таланта. Это сейчас мы не обсуждаем. Но это происходило тогда достаточно успешно, и они свой десант, вы понимаете, не дают они им выйти на пенсию. Может быть сейчас Нетребке бы уже и неохота открывать сезоны. Сквозь потенциально брошенные в нее помидоры, сквозь свист, сквозь все. Но тем не менее она опять с трудом внедрилась на эти европейские сцены. И по большому счету возмутительно, что Гергиев по-прежнему руководит европейскими площадками, что Нетребко на них возвращается после того, как стояла напротив этой тряпки, вот этот флаг, так называемый Хордло. После того, что мы знаем про все скандалы, связанные с Игорем Зеленским, все равно он продолжает свою деятельность по этому культурному десанту. И я просто почему, извините, несколько времени, может быть, трачу на это. Я считаю, что нельзя ослабевать, не должно ослабевать внимание, потому что это не просто артисты. Это люди, которые выполняют для них задания, за которыми идут эти черные деньги. И по их даже местонахождению, и по их связям можно сделать какие угодно выводы нашим соответствующим службам. Переходите к вашему вопросу. Да, тема та же, она касается артистов. Только на сей раз это не только голос, талант, но еще и совесть. Алла Борисовна Пугачева из последних событий, или событий последних дней, вернулась на территорию Российской Федерации. Понятное дело, многочисленным недоброжелателям эта ситуация не понравилась. Тем более, она не понравилась в контексте того, что Алла Борисовна выставила свою фотографию, а под ней я сделала небольшую ремарочку. Я вернулась для того, чтобы навести порядок в своей голове и в ваших головах. Какова цель возвращения, как вы считаете? Мне очень сложно предсказывать ее действия, потому что она человек достаточно экстравагантный. Она умело боролась с советской властью в лучшие свои годы. Сейчас, безусловно, я в ней не наблюдаю подобной силой духа. Она живет какой-то достаточно, ну, скажем так, мягкомещанской жизнью. И, по большому счету, я допускаю тут два варианта. Она, вполне возможно, не может расстаться со своим замком в грязях. Это не эпитет, это название деревушки. Значит, или, возможно, она чего-то опасается. Возможно, она решила, ей там предложили что-то интересное. А может быть, наоборот, она вдруг все-таки возьмет и, как заявит, что-то интересное, почуяв, что власть под Кремлем уже начала шататься. То есть тут, может быть, и так, и иначе. И я думаю, что стоит просто подождать ближайших двух-трех недель. И вместо того, чтобы гадать или мучиться в этих догадках, я думаю, что можно просто подождать и посмотреть, куда ее эта кривая, значит, выведет. Ну да, правда, ради стоит сказать, что Максим Галкин, супруг Орлы Борисовны, остается вне территории Российской Федерации и, по-моему, возвращаться не собирается. Спасибо большое. Я могу себе представить, что она почувствовала вот эту вот уходящую из-под ног Кремля почву. Я об этом как-то подумала с надеждой, с надеждой, не скрою. Потому что, знаете, там и Меладзе вроде бы как. То есть идут слухи о том, что кто-то возвращается, уже не так опасаясь. Но я единственное, что могу вам сказать из последних событий. Ройзмана удалось все-таки из лап несправедливого вот этого кривосудия забрать на домашний арест. Это благодаря, естественно, тому, что он большой, очень локальный, хотя, допустим, не всероссийский, но очень большой лидер там и мнения, и, так сказать, Робин Гуд такой от Екатеринбурга. И видите, все-таки ощущаются очень небольшие, но все-таки уступки со стороны власти. Поэтому если так произошло, что Алла Борисовна почувствовала вот этот вот ветер перемен, и сейчас постарается придать ему нового, так сказать, свежего дыхания, то я буду только рада. Спасибо большое. Мария Максакова была с нами на прямой связи. Спасибо вам.